Омская гимнастка Состоянством добывают наши спортсменки, и этот год не стал исключением. В принципе, мы, конечно, эти соревнования проводим для региона, но в первую очередь мы проводим их для своих детей. Что вот эти маленькие девочки, как я уже говорила, 5, 6, 7 года рождения, чтобы они знали и понимали, что у нас в Омске была такая великая гимнастка, серебряный призер Олимпийских игр. Эти юные художницы только появились на свет, когда Ирина Чащина приняла решение завершить спортивную карьеру. На ее пути было немало побед, главная из которых – серебряная медаль Олимпийских игр в Греции. Ирина Чащина, она же олимпийская чемпионка, то есть хочется быть как она, гибкой. Она тренировалась вместе с Алиной Кабаевой и ушла в тренера раньше, чем Алина Кабаева. Принимать участие в таких соревнованиях для тебя – это важно? Это большая честь. Частые гости Омского турнира – тюменские художницы. Обычно на соревнования приезжают вместе с родителями. Омские спортсменки, конечно, мне кажется, даже вне конкуренции. Очень сильные дети у вас в городе. Это такая большая гордость, что нас пригласили на такой турнир, что мы попали. Очень хотим увидеть олимпийскую чемпионку живьем. Увидеть чемпионку живьем мечтали все гости. Но сама гимнастка в родной город приехать не смогла. Сейчас она находится в заграничной поездке. Впрочем, совсем без внимания своих преемниц Чащина не оставила. Свои пожелания юным спортсменкам выразила в приветственном письме. Ирина Чащина, к сожалению, в этом году не смогла приехать, потому что она находится в командировке за границей, в Сингапуре. Поэтому мы с ней были на связи, она извинилась и передала привет. В этом году турнир приурочен к 70-летию со дня Великой Победы. И свои яркие выступления гимнастки посвятили этой дате. Еще одним красочным событием стал один из танцевальных номеров в исполнении омских граций, который вскоре станет украшением московского фестиваля художественной гимнастики «Алина». Редактор субтитров А.Семкин